Сейчас модно всю руку. Вот, вот. Это последнее падение, которое артист может себе позволить. На генеральной репетиции его коллеги еще хихикают и возятся как дети. Но в сущности они дети и есть. Многие из учеников хореографического училища впервые на взрослой сцене. В сцене театра оперы и балета. В новой постановке «Тщетная предосторожность» занято 60 воспитанников хореографического. За кулисами дежурит начальник гримерного цеха. Поправляет разбушевавшиеся парики и грим. Поправлять грим, потому что по ходу спектакля немножечко все расплывается. Нужно поправить. Иногда приходит режиссер, Шмаргонер приходил, просил где-то добавить, где-то что-то изменить, где-то в прическе может быть. Постановщик Кирилл Шмаргонер. Много лет он работал в Самаре, вернулся в Пермь в новом сезоне. Подымай ножку, подымай, не бойся. Почти 60 лет назад Шмаргонер сам вышел на большую сцену в статусе воспитанника Пермского училища. Танцевал в капелле той самой легендарной постановки, которая на многие годы вошла в репертуар театра. Я помню, что в этот день был концерт артистов Большого театра в драматическом театре. И мой педагог пришел туда, а не пришел. Это для меня было вообще... Не к вам пришел. Пришел, да, туда. Там у него какие-то друзья, и я страшно обиделся. Впервые тщетную предосторожность поставили французы. 200 лет назад балет вызвал потрясение. Ведь его главными героями были не аристократы, феи или боги, а простые смертные крестьяне. Спектакль так полюбился публике, что все два века она хочет хохотать. Ведь у балета репутация комедийная из-за обилия юмора и ведущей женской партии. Ее традиционно исполняет мужчина. Сам сюжет, он именно близок к нашему возрасту детей. Это сюжет о молодом парне, о молодой девушке, который хочет соединиться. Мамаша хочет как раз выдать девушку за более богатого. «Богатого, но дурного». Сюжет стар, как мир. Сами дети, разумеется, на стороне справедливости. Я думаю, вся суть этого балета показывает, что как раз деньги в нашей жизни не самую главную роль играют. А что главная? Думаю, любовь. Художник по костюмам и декорациям приглашен шмаргонором из Самары. Несколько лет назад режиссер уже ставил там предосторожность, но наша премьера обещает быть еще симпатичней, потому что на сцене дети. Они такие взрослые, что я даже не скажу, что они дети. Они вот какие-то очень мудрые и по хореографии такие очень зрелые, очень профессиональные. Премьера состоится сегодня. Это событие, это разряда судьбоносных. Ведь на сцене мы увидим не просто юные таланты, а самые настоящие звезды, которые вспыхнут прямо на наших глазах. Полина Рифа, Евгений Гилев, Владислав Рашидов, телекомпания «Ветта».